Девушки отдыхают Что было в ней, шучею На него я вам отвечу А третий А где был отец? 12 лет Вот, это самые мои любимые вопросы Сразу предупреждаю Мы 10 лет тому назад Это снимали Видел я его последний раз тоже лет 9 Так что, может быть, чего-нибудь не упомню Вот Шутка Я все пытаюсь как-то Попытаюсь Гадать ваше сообщение Поскольку я его не смотрела второй раз С разницей как раз Почти 10 лет И мы в свое время С моим другом У нас этот фильм вызвал совершенно разные реакции Друг этот тоже здесь сейчас присутствует Значит, у него была однозначная реакция Какой отец фашист А у меня была реакция Что дети убивают своих отцов Совершенно противоположные были реакции Ну и я думаю, что Этот спор может быть разрешен Как спор между Ветхим и Новым Заветом Вот Поскольку действие начинается в воскресенье И сразу нам задается Что у нас является некий суровый Грозный отец Который должен детей куда-то вывести В каком-то состоянии То есть перед нами явно идет инициация Мальчиков И я когда первый раз смотрела Я уже с ужасов ждала пятницы Потому что я понимала, что в пятницу Должно произойти что-то важное И страшное Что либо это будет переход на Новый Завет И будет воскресенье И кто здесь должен быть принесен в жертву Потому что жертвоприношение Авраама и сына Уже было занесенным топором Вот И был бунтующий против отца сын С гордыней со своей невероятной За которого мне психологически Как матери подростка У меня дочь была подростком 10 лет назад Все время хотела стоять на стороне отца И тоже как-то очень сильно покарать Этого бунтующего дитя Вот И поскольку в вашем фильме Воскресенье так и не наступает Вот И у меня здесь как бы остается Самая главная мировоззренческая И человеческая проблема Это как Хочу сказать, что это есть Некое ваше видение Сегодняшней ситуации То есть Новый Завет невозможен Правильно я поняла, может Да, ну Во-первых, хочу так сказать Ну вы знаете, что первый день недели Это воскресенье Поэтому, собственно, мы начинаем С первого дня Заканчивая субботой И не входим в воскресенье В буквальном смысле То есть мы не демонстрируем это Никак титром Но для меня Черно-белое изображение Это и есть следующий круг Следующий круг Следующий день, что ли Вот И в этом ряду В этом ряду фотографий Мне кажется Отец обретается То есть воскресенье Случается Тут можно, конечно, спекулировать На этих Слова же, знаете, они такие Да И предателей Так что можно Ими жонглировать Сколько угодно Но Поверьте Я воспринимал это так Для меня это так Мало того Тот самый момент Мне очень понравилось С чего вы начали С Нового завета И Ветхого завета Для меня Это точка Вот эта вот Точка перехода Как раз Наверху На вышке Там отец Впервые Говорит На другом языке Со своими детьми На другом Он вдруг Показывает Свою Другую Сущность Да Ипостась Он впервые Это подчеркнуто в фильме Он говорит Мягко Ваня сынок Он нигде этого не говорит Иван Он всегда говорит Иван Был большой соблазн Вообще детей Звали Арчилы Давид Эти имена Уже появились Когда Писался Решетский сценарий У меня был большой соблазн Назвать одного Петра Другого Андрея Потому что Это первая Симон И так далее Вот Но потом Споткнувшись В том числе Я об этом обстоятельстве Что Дескать Петр Просто Сложно Петр Петр Это надо было Заставить Константина Вороненко Сценической речью Заняться Вот Ну я почти шучу Да Просто Хотелось Еще и немножко Размыть Эту прямую Параллель К тому же Вот одна девушка Которая писала Об этом фильме Она очень точно Узрела Еще одну Параллель Что Иван Иван Это единственный Кто был свидетелем Многогофи Из учеников Вот эту параллель Она увидела Хотя Ну я О ней не думал Меня очень порадовало Что так все еще И само собой Вот так сложилось То есть он Первый свидетель Того Что случилось Вот для меня Здесь происходит Вот это Отпадение Или перевоплощение Через жертву Через собственную жертву А это и есть Акт любви Жертвы Правильно? Жертва Без жертвы Нет Творение Без жертвы Не наступают Новые Вот И через это Событие Оно вовсе Не случайное Когда Очень многие Упрекают Что в этом В этом эпизоде Что Дескать Отец Ну где же Какая тут жертва Ну что случайно Срывается Аргумент Только один Что В жизни Случайности Только по той причине Являются случайностями Что причинно-следственные связи Для нас Ускользают Мы не можем Объявить Все И вот где-то с полгода Этот сценарий Мы Знали Что он сильный Но Еще искали Что-то другое С Лесневским Пока не случилось Вот это вот Событие Когда Мне вдруг Привиделось Как нужно решить Сцену Первого Первой встречи с отцом Вот возник этот образ Андрея Монтени И все И вот от этого Из этой точки Потянулись все лучи И все сразу Стало складываться Вот эта рифма В финале Первый образ отца А последний образ отца Когда они его в лодке Видят таким же Но только уже Действительно мертвым Спящий Мертвый И очень многие Аллюзии И все И появились Все эти семь дней И для того Чтобы отец погиб В пятницу Необходимо было Изобрести четверг И мы придумали уже Отдельно С Новотоцким И уже Моисеек Еще один эпизод Вот с ночевкой В лесу И тогда появился Еще дополнительный день Ну и так далее Теперь Почему и зачем Исключительно для того Чтобы толкнуть Как я и говорил Ассоциацию зрителя Вот этот ряд восприятия Угол Вот этого хрусталика Развернуть в ту сторону С этого момента Чтобы мне стало понятно Что это какая-то другая история Не бытовая Что-то тут другое Внутри Понимаете Чтобы просто развернуть Угол зрения Вот И дальнейший момент Там Вот эта вечерняя их трапеза И все Другие моменты Они как бы Поддерживают эти Как рэперные точки Поддерживают эту ткань Вот В России Две тысячи Семьсот Экранов Не кинотеатров Экранов То есть Мультиплекс Это пять-шесть Залов Соответственно Считайте Что это Что это Вот в числе этих экранов Да Пять Две тысячи семьсот Экранов Экранов В Америке Сорок тысяч Экранов Из них Триста По разным оценкам Триста Пятьсот Экранов Показывают только То самое кино О котором вы говорите Сложное кино Как его ни назови Артхаус Авторское кино Или интеллектуальное кино Ну то есть Кино Серьезное Требующее серьезного Подхода Да И подготовки Ну сколько кинозалов Вот таких В России Я думаю Совсем Крохи Совсем Крохи 19 Экранов Поэтому Перспективы Вот такие Печальные Прокатчики Не хотят Показывать Такое кино Их интересует Полный зал Их только Это интересует Поэтому К сожалению Серьезное Сложное кино Вымыто С экранов Его просто нет На экраны Его не пускает Прокатчик Директор Это мое мнение Могу ошибаться Прокатчик Говорит Что у нас Просто плохое кино В России Русские делают Плохое кино Зрители на него Поэтому не ходят Так вот Так вот Значит Это сейчас Что я хотел сказать Зритель молодеет Зритель молодеет Да И поэтому Еще поэтому Зрители молодеют Потому что Показывают на экране То Что понижает Эту селекцию До возрастной категории Инфантильной Которой надо только Пу-у-у Пау-у-у Бля И все И вот эта вот Общая тенденция Давно Наметилась И уверенными шагами Идет вперед И последний вопрос Зачитаю И Растанемся Если Есть ли Нет Если те фильмы Которые вы сняли Говорят о страшном Наслед Следующий фильм Будет еще печальнее Значит это Что предыдущие Ваши снятое фильмы Не изменили Чего-то В нас в обществе. И если вы почувствуете, что люди в России изменяются, то будете ли вы снимать фильмы другого плана? Спасибо. Вы понимаете, человек не меняется. Вот, к сожалению, печальная картина. Вот просто нужно сохранять как величину постоянную некое противодействие, противоход вот этой банальности мысли, банальности, мещанства у мысли и так далее. То есть, другими словами, другими словами, я далек от мысли о том, что какая-то картина может изменить общество. По-моему, это иллюзия. Столько было снято картин, столько грандиозных, невероятных книг было написано за эти там несколько сотен тысяч лет, что общество все там. Мне кажется, так. Просто баланс этот необходимо сохранять. Вот и все. То есть, ты не можешь не говорить о том, что ты видишь, что ты чувствуешь, как проблему, что ли. Вот так. Вот на такой радостной ночи. Спасибо. Спасибо.